24 мая 1800 года в Петербурге многочисленная толпа людей пыталась пройти к Невскому проспекту, где тянулась похоронная процессия. Офицеры несли ордена, высшие сановники империи шли за гробом, хоронили Александра Васильевича Суворова. Величайшего русского полководца, основоположника военной теории. Более полувека провел он в боях и походах, победил в 63 сражениях и не знал поражений в войне. Но в жизни не раз сталкивался с несправедливостью, откровенной травлей и предательством. Для меня Суворов величайший русский мыслитель, который создал вместо военной науки военное искусство на основании чисто русского представления о добродетели. Жизнь Суворова, она на самом деле за семью печатем. Это была очень непростая семья с очень непростой судьбой для страны. Для меня Суворов это идеал русского человека. Считается, что изучать военное дело Сашу Суворова благословил друг семьи. Известный военный инженер, прадед Пушкин, араб Петра Великого, Ганнибал. Он заметил, как осмысленно мальчик играет в солдатики и посоветовал определить его в полк. Так ли это на самом деле, трудно сказать. Но доподлинно известно, что сын офицера Василия Суворова, Александр, рос мальчиком болезненным и всеми силами старался себя укрепить. Каждое утро в любую погоду Саша вставал до рассвета, выходил на улицу и обливался ледяной водой, а потом занимался гимнастикой и верховой ездой. С юных лет он увлекался военной историей, часами проводил за книгами и картами сражений в богатой отцовской библиотеке. Он всегда упоминает книги, которые прочел в детстве. И более того, каждую его успешную военную операцию, приемы, способы ведения боевых действий, мы всегда можем найти в конкретной книге конкретного автора. Например, события штурма Измаила в 1790 году не могли бы случиться, не попадись в Суворову, книг Никола Маккиавелли. Любовь к книгам у Суворова была в генах. Его отец Василий Иванович Суворов был деятелем тайной канцелярии, сенатором, генералом, крестником Петра Первого и одним из самых образованных людей своего времени. Вместе с братом Иваном Ивановичем он составил первый в России военный словарь. С учетом того, что в стране тогда не было ни императорской военной академии, ни централизованного органа военной разведки, мы понимаем, что составление такого академически точного скрупулезного труда подразумевает широту кругозора, осведомленность, ну и масштаб личности его составителя. Согласно легенде, Суворовы происходили из благородного шведского рода. Их предок Сувор приехал в Россию при царе Михаиле Федоровиче и принял русское подданство. С тех пор Суворовы служили России. С его отцом связана очень интересная история о том, что руками Василия Ивановича Екатерина Вторая Великая фактически была посажена на престол, потому что именно он руководил операцией по разоружению галштинцев, личной охраны императора Петра Третьего. Поэтому императрица была ему обязана практически всем, что впоследствии имела. Мама будущего полководца Александра Суворова в девичестве Манукова принадлежала к старинному обрусевшему армянскому роду московского дворянства. Когда в семье Суворовых появился на свет младенец, его крестили в честь Александра Невского. Ребенок рос, вдохновляясь рассказами отца о Петре Великом и войне со шведами. Саша мечтал, что станет военным. Родители на это и не рассчитывали, ведь мальчик много болел. Но даже в солдатике он играл, разыгрывая сражения в полном соответствии с правилами тактики. Это переубедило родителей. И Саша Суворов стал готовиться к поступлению в Лейбгвардии Семеновский полк. Суворов получил домашнее образование, потому что в те годы, в принципе, это было нормой. Но важно заметить, что экзамен в Семеновский полк он сдал блестяще и самостоятельно, что говорит о том, каков реальный был уровень его подготовки. Первые шесть лет Суворов находился дома, в отпуску для продолжения образования. И начал фактическую службу в 18 уже капралом. Он настолько увлекался военным делом, что как-то раз попросил солдат, подготовивших ему подарок, вместо него дополнительно заняться строевой подготовкой. Разумеется, у начальства он был на отличном счету. У него проявлялась одна особенность. Он был очень уважителен к людям, младшим по чину. В ту пору порядки в войсках были не просто суровыми, они были жестокими. И Суворов смог приступить этот негласный закон. Он смог встать вровень с обыкновенным солдатом, и поэтому его и называют солдатский генерал. В свободное от военного дела время Александр Васильевич изучал науки и особенно иностранные языки. Всю жизнь, куда бы ни заносила Суворова судьба, он принимался учить язык и не стеснялся практиковаться с местными жителями. Вы знаете, что Суворов писал стихи не только на русском языке, но и на французском, и на немецком. Ну, помимо того, что он знал еще полтора десятка языков, но французским и немецким он владел в совершенстве. Суворов был человек очень веселый, легкий в общении, и доброта его во всем чувствовалась. Душа компании Александр Васильевич пел басом, правда, фальшивил и очень любил танцевать. Всю жизнь, до глубокой старости. Когда ему было уже 70 лет, и он возвращался из своего последнего похода, он в Праге лично устраивал бал, и на балу не только сам танцевал, но и устраивал игры. Ну, знаете, как байные игры, типа пряток, жмурок. И вовлекал в эти игры не только молодежь, как положено, но и приличных, седовласых, генералов и дипломатов. Александр Васильевич был привлекательным мужчиной с умным, пронзительным взглядом. Его рост составлял почти 175 сантиметров. Полководец пользовался большим успехом у женщин. В Варшаве, во всех городах Польши, которую Суворов нежно любил, он был постоянно окружен панночками и писал друзьям, что огромная все время опасность для моей нравственности существует. Никто не знает, гулял Суворов или не гулял. Эти темы никогда не обсуждались. Но то, что он постоянно был в обществе прекрасных дам, и, кстати, здесь тоже, в Петербурге. Но сам себе Суворов внешне не нравился. И слугам приказывал занавешивать зеркала в тех комнатах, где проживал. Существует крайне мало портретов генералиссимуса. Его образ запечатлен в основном в батальных сценах. Ведь главное, что интересовало Суворова, это служение российской короне. Суворов с юности хранил серебряный рубль. Подарок самой императрице Елизаветы Петровны за добросовестную службу. Она протянула ему этот рубль, а он был при исполнении служебных обязанностей и отказался. Устав запрещает. Молодец, похвалила его императрица. Положала рубль на пол и сказала, сменишься, возьмешь. Успехи Суворова не раз отмечало начальство. Но быстрого взлета в карьере у него не случилось. Александра Васильевича произвели в офицеры в 24. Казалось бы, такого талантливого военного должны отправить на поле боя. Но нет. Первые годы Суворов занимался снабжением армии. Это было связано с тем, что в начале 50-х годов 18 века Россия не воевала. При этом снабжение армии было поставлено из рук вон плохо. Чтобы это победить, нужен был человек уникальный. И таким человеком был не сам даже Александр Васильевич Суворов, а его отец. Это человек, который ни копейки никогда не брал казенных денег. И вот они вдвоем действительно сумели обеспечить все победы русской армии во второй половине Семилетней войны. Начиная с 1768 года военные кампании посыпались на Суворова, как из рога изобилия. В 1769-м в Польше начался мятеж против русского ставленника, короля Станислава Понятовского, так называемая Барская конфедерация. И Александр Васильевич одержал свои первые полководческие победы. Он создал целую тактику предпобеждения вот этих самых партизан, состоящую из кордонов и ударных отрядов, которые взаимодействовали между собой без всяких приказов сверху. А в результате Суворов разгромил бунтовщиков не только в Польше, но и в Литве. В русско-турецкой войне 1768-1774 годов полководческая слава Суворова росла от победы к победе. Блестящие маневры против численно превосходящих турок принесли ему репутацию одного из лучших тактиков русской армии. Суворова особо отмечал выдающийся полководец фельдмаршал Петр Румянцев, которого Александр Васильевич считал своим учителем. Ну а самая громкая победа Суворова в этой войне – в сражении при Козлудже. Кстати, сейчас этот болгарский город называется Суворова. Суворов же прошел 18 верст, наступая сначала через лес и через поле, в строя каре, оборонительную, и разгромил турок так, что и Рии Сафенги, канцлер турецкий, и Янычарский Ага поняли, что войну нужно кончать. На Александра Суворова сыпались чины и ордена. Он был не против. Талантливый полководец и сам искал славы. Например, Александр Васильевич буквально упросил отправить его на подавление Пугачевского восстания, справедливо считая, что императрица внимательно следит за происходящим на Волге и на Урале. Суворов выехал на местность, гнался с Пугачевым, не догнал, пленил его полковник Михельсон, а Суворов занимался уже конвоированием Пугачева, и он очень близко с ним общался, расспрашивал о причинах бунта, то есть ему действительно была интересна личность этого человека. Время шло. Александру Васильевичу Суворову было уже 45. Он жил в счастливом браке, родилась дочь Наташа. Великого полководца уважали и в армии, и при дворе. Но что-то угнетало Александра Васильевича. Недовольный, он начинал чудить. Не он один, это вообще примета времени. То прилюдно громко кричал, то ни с того ни с сего начинал язвить. В карты не играл, к алкоголю был равнодушен, разве что выпивал рюмку тминной в обед. Но друзей у Александра Васильевича не было. Один из сослуживцев упрекнул Суворову. Генерал, а ведь у вас совершенно нет друзей. Неправда, ответил Суворов. У меня есть друзья. Это Цезарь и все остальные великие полководцы. Поразительным образом именно в это время, в другой части Европы, еще один молодой военный предпочитал кампании сверстников изучение книг по военной истории. Его звали Бонапартом. В историю он вошел как Наполеон. Мирный договор 1774 года с Турцией оставил Крымское ханство один на один с Российской империей, без покровительства султана. Россия не скрывала притязаний на полуостров. Несколько веков он был источником постоянных набегов на русские земли. Еще до официального покорения Крыма в 1783 году Суворов немало потрудился в этих краях. Решал боевые задачи и административно-дипломатические. В 1778 году Суворову ставится непростая задача по переселению христиан, то есть армян, греков, грузин в земли Новороссии. И тогда все эти задачи ложатся фактически на одного человека. Чем это было? Добровольным переселением, спланированным исходом или насильственной депортацией сказать трудно. Если на военном поприще Суворов по-прежнему не знал поражений, то один очень важный фронт, семейный, ему удержать не удалось. Супружеская жизнь Александра Васильевича началась по настоянию отца. Старик генерал страстно хотел внуков и подыскал 44-летнему сыну, невесту. Суворов, которого мы всегда воспринимаем одиноким героем, был женат. На красавице и очень ветреной девице Вальваре Ивановне Прозоровской. Очень богатой невесте. Князья Прозоровские, кстати, это род номер один. В 17 веке они входят в 17 главных родов империи российской державы. В 18 веке это тоже главный род. И вдруг потомок простых подьячих так женится. Первый год брака был вполне счастливым. А затем супруга Варвара Ивановна начала тяготиться семейной жизнью. Она хотела блистать на столичных балах и праздниках, а вместо этого моталась по отдаленным гарнизонам. В итоге ревнивец Суворов заподозрил ее в измене и объявил об этом во всеуслышание. Суворова постоянно обвиняли в супружеской неверности, в жалобах на высочайшее имя. Но в 18 веке в этом не было ничего удивительного. Такие времена, такие нравы. От развода супругов удерживала императрица. Сначала Суворов подчинился, но вскоре все пошло в разнос. В результате своего сына Аркадия Суворов не признал, дочь отобрал и поместил в пансион, в материальной помощи супруги отказал. Если бы не очередная война, неизвестно, чем бы все это закончилось. Но в 1787 генерал Аншев Суворов был назначен командовать Кенбургским корпусом, прикрывавшим Черноморское побережье. Он получил совершенно небольшой корпус и в союзе с австрийцем, со знаменитым принцем Кабургом, сумел разгромить главные силы турок при факшанах и при рывнике, используя вот то самое умение, которое он приобрел при Казлучже, в наступлении в Карен. Русско-турецкая война принесла Суворову европейскую славу. Там, где другим требовались долгие месяцы осады, великий полководец действовал стремительно, внезапно и с точным тактическим расчетом. За победу на реке Рымник он стал дважды графом, Российской и Священной Римской империи. А после взятия неприступной крепости Измаил, Суворова стали сравнивать с Александром Македонским. В чем была его задумка? Суворов впервые использовал для штурма такой род войск, как пионера. Сегодня мы бы назвали это инженерно-саперными подразделениями. Командовал штурмом Кутузов. Суворов сам обучал солдата-офицеров приемом введения ближнего боя при штурме. Он выдал офицерам тесаки, а обычным солдатам выдал пистолеты, которые всегда считались офицерским оружием. В результате офицеры и солдаты сделали невозможное. Они взяли крепость, которая была построена лучшими французскими и немецкими инженерами, и противостояли ее гарнизону. 35 тысяч из них 17 янычара. Янычары – это отборные турецкие войска, но издались в плен они лишь однажды, когда русский тесак склеснулся с турецким ятаганом. «Блестящее окончание войны – во многом заслуга Суворова». Его начальник Григорий Потемкин не слишком щедрый на похвалу писал «Я хотел бы, чтобы такие, как ты, были у меня везде». Однако Европа, рукоплескавшая победом над турками, резко изменила свое отношение к Суворову, когда в Польше началось антироссийское восстание Тадеуша Костюшка, и Суворов отправился усмирять мятежную Варшаву. Участие русского полководца в подавлении восстания Костюшка принесло ему мрачную славу в Европе. Но нужно отметить, что виной этому был не Суворов, а Ферзен. Этот военачальник отличался особой жестокостью. Об этом знали многие, и сам Суворов подавал рапорт командованию об этом, где писал, что Россия должна стыдиться таких варварских методов ведения вооруженного противостояния. При взятии Праги, предместе Варшавы на правом берегу Вислы, погибло немало мирных жителей. Суворов не провоцировал солдат на резню, наоборот. В своих приказах он требовал милосердия к сдавшимся, и даже подсказывал, как будет по-польски, бросая оружие. В награду за Варшаву Суворов получил чин фельдмаршала. Но уже через год для Александра Васильевича наступили непростые времена. Скончалась Екатерина II, которую он искренне почитал. Императором стал Павел, который ненавидел все, что было связано с матерью. С новым императором у полководца сложились сложные отношения. Причина конфликта состояла в том, что Павел пытался организационно и внешне вернуть русскую армию к европейской армии до Фридриха Великого. В то время как Суворов давно превзошел и Фридриха Великого, и всю новоенную науку его времени. Когда Александр Васильевич чувствовал начальственное упрямство, он начинал скоморошничать и разговаривать стишками. Такое поведение императора раздражало. В результате Суворов получил отставку и был выслан в новгородскую губернию. Но как только в Европе все пошло не так, как хотелось бы Павлу, полководец был немедленно затребован к императору, который дал ему неожиданную инструкцию. Павел I, который привык всех и всех контролировать, Суворову сказал, воюй как умеешь. Такой разговор на равных не был свойственен для Павла I. Так кто ж Суворов? У Александра Васильевича все награды были необычные. От Елизаветинского рубля до этих слов императора Павла – воюй как умеешь. Австрия, потерявшая благодаря Наполеону большую часть своих владений в Северной Италии, рвалась к реваншу. Благо французский полководец был временно заперт англичанами в Египте. Они уговорили Павла объединить усилия против Франции и запросили во главе союзного войска Суворова. Началась последняя, самая громкая страница в жизни Александра Васильевича. Ему предстояло совершить невозможное. В итальянском и швейцарском походе Суворов одержал победу над лучшими военными силами Западной Европы. Задача его была в одну кампанию прекращения европейской войны, которая полыхала уже много лет. Блестящие наступательные победы в сложнейших условиях альпийских предгорий заставили всю Европу, затаив дыхание, отмечать на картах победный путь русско-австрийских войск. Сражения на реках Адда и Требия при Нове очистили Италию от французов. Лучшие полководцы Французской республики не могли тягаться с Суворовым. Военные западные европейские не понимали, как Суворов одержал все эти свои победы. За одну кампанию очистить всю Италию от революционных войск было невозможно. И Суворов был уже готов к походу на Францию. И в это время союзники его предали. Александр Суворов сделал фантастический переход через Альпы на швейцарскую сторону на помощь гибнущему русскому корпусу римского Корсакова. Александр Васильевич со своими войсками, брошенный австрийцами, практически попал в засаду, из которой пробился блестяще. «За одно такое отступление, и я готов отдать все свои победы», сказал французский генерал Массен. А на родине Суворова ждали новые награды и новое опало. Павел I не мог забыть, что отец Суворова возглавил вооруженный переворот против его отца Петра III. А Суворов подозревался в организации вооруженного переворота как раз против Павла I. И надо сказать, что Суворов лично знал заговорщиков и их мотивы, был осведомлен в их планах, однако не сообщил монарху о готовящемся покушении. Павел I не простил Суворову незначительного нарушения устава. 70-летний полководец не успел оправдаться. Он приехал в Петербург и заболел. Суворову становилось все хуже, он умирал. Рядом были друзья. Александр Васильевич вспоминал Измаил и Прагу. Сражения, которые принесли огромные жертвы. Великий полководец считал это своим грехом. Мучился. Так он и умер. Павел I пришел поклониться его гробу, но не участвовал только в процессии похоронной. Павел распорядился хоронить Суворова по высшему имевшемуся чину того времени, по чину фельдмаршала Румянцева. И весь Петербург вышел хоронить Суворова. Во время похорон в воротах Александра Невской лавры траурная колесница остановилась. Казалось, что установленный над гробом балдахин не пройдет под сводами ворот. Его уже собирались снять, когда один из ветеранов вдруг крикнул. Небось, пройдет! Наш батюшка Суворов всюду проходил. И колесница въехала в узкие монастырские ворота. Суворов был как раз тем человеком, который агрегировал, собрал вокруг себя самых выдающихся умных людей эпохи. Он дал им определенные понимания целей их жизни. В биографии Александра Васильевича Суворова осталось много неизученного. Например, его вклад в военную разведку нам только предстоит открыть. Но самым главным его достижением навсегда останется умение побеждать во что бы то ни стало, честно и справедливо отстаивая интересы своего отечества. На его надгробии в Александра Невской лавре нет слов «полководец» или «генералиссимус». Там написано «Здесь лежит Суворов». Что это? Особая скромность или, напротив, высокомерие? Не то и не другое. Это признание потомков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...